Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, Вечный зов добра и света, Вечный зов родной земли. Зависть послала. Вот сейчас умение свое и навыки определенные покажет лучшая ученица сразу двух военно-патриотических объединений. Военно-исторического клуба «Штандарт» и военно-исторического клуба «Вежливые люди». Это человек уникальных способностей, уникального дара. Она умница, красавица, в будущем комсомолка, Помощница, хозяйка, спортсменка, Гордость своих родителей и нашего клуба, Победитель всех возможных и невозможных соревнований По военно-прикладным видам спорта. Нет, действительно, без шуток, Это действительно достойный человек, Молодой человек, очень этот... И перспективный, соответственно. И перспективный, совершенно верно. И сейчас она покажет, что она может, Но это еще не ее рекорд, Потому что она волнуется, как всегда. И вот это самый большой минус, Она не всегда справляется с волнеем. Зато самый большой плюс, Это самая минимальная часть из тех умений и навыков, Которыми она обладает. Она стоит у истоков своей профессиональной карьеры, Буквально первые ступени. Самое большое будущее у нее впереди. Это самое главное. Хорошо, теперь перейдем к съемкам героини. Может, вы знаете, что было там? Почему вот здесь фон хороший? Меня зовут Баталина Вали, Сейчас я произведу полную и неполную разборку автомата Калашникова. Раз, два, три. Так, секундомер крупным планом туда. Без дураков. Двадцать три и шесть. Полная разборка-сборка, да? Да. Молодец. Не полная. А, не полная. Секундомер, да? И разборка, и сборка. Так, секундомер. Так. Ассистировал сегодня? Так, а судьи кто? А судьи кто у нас? Представьтесь, пожалуйста. Людмила Курашева. Так, благодарим вас, Людмила, за столь честное судейство. Так, что еще пожелаете зрителям спортивно-патриотического канала Дружба? Пожелать. Учитесь собирать и разбирать автомат Калашникова. На соревнованиях это очень часто бывает, как один из видов. Вот, и поэтому может пригодиться. Военно-прикладных видов, да? Так, а расскажите, пожалуйста, немного о себе. Вот вы девушка, но разбираете и собираете автомат Калашникова, увлекаетесь военно-прикладными видами спорта. Как вы это планируете в своей дальнейшей жизнедеятельности, применять эти умения, знания, умения и навыки? Ну, я планирую поступить в военное училище после 11 класса. Пока еще точно не знаю, на какую специальность именно, но планирую. То есть будущее связано с Амей? Да. Так, то есть вы планируете стать профессиональным офицером? Правильно я понимаю? А какие вот, к примеру, наклонности у вас гуманитарные, технические? Гуманитарные. Я очень люблю историю, литературу, русский язык. В основном историю больше всего. Ну, а почему вот вы именно военно-прикладные? Может быть, у вас в семье какие-то традиции? Нет, просто так получилось. Мне стало это интересно, и я стала этим заниматься. И мне стало это еще больше нравиться. То есть вы сами этим увлеклись? Без родителей? Да. Чисто изнутри-то пошел позыв такой, да? Я вам могу порекомендовать. Может быть, вас заинтересует поступление в какое-нибудь детское училище? Нет, в детское училище я не хочу. Я хочу до 11 класса научиться в своей школе. Мне там очень нравится. Это прекрасно. Я просто как один из возможных вариантов. Просто уже попробовать себя в погонах, к примеру, как вариант. Как один из вариантов. Может, детский класс где-то попробовать. То есть, к примеру, 9-й, после 9-го класса у вас же ОГЭ там вы сдаете, да? Да. А 10-й, 11-й, к примеру, можно одеть, попробовать одеть погоны. Как вариант. Это просто в качестве предложения. А потом уже, соответственно, пока вы будете в кадетском корпусе учиться, так, или училище какое там вы выберете, там как раз и будет профориентация. То есть вас будут информировать. К примеру, вот вы говорите, если гуманитарное, я вам тоже могу порекомендовать. Это военный университет, министерство обороны. Там экономистов, юристов учат. Может быть, как один из возможных вариантов. Девушки там учатся, так? И, кстати, эти девушки принимают участие в параде на Красной площади. Вот чего мы вам и пожелаем. То есть успехов, здоровья, благополучия, процветания, так? Исполнить, чтобы все ваши мечты, чтобы вы и дальше показывали поразительные успехи на всех этапах боевой и психологической подготовки. Чтобы вы поступили туда, куда вы мечтаете. Чтобы вы, более того, чтобы вы закончили, получили офицерские погоны. Но самое главное, поскольку вы девушка все-таки, мы желаем вас создать прекрасную семью, нарожать и воспитать множество замечательных, целлюстымленных, трудолюбивых, защитников родины. Спасибо большое. Детишек. И медсестер тоже. А защитники это тоже все, да. То есть детей, внуков и правнуков. Вам желаем счастливой жизни. Спасибо вам большое. Благодарим. Успех. За нами сила предков, А мы светлая рать, Под нами матушка земля, Над нами благодать. За нами сила предков, А мы светлая рать, Под нами матушка земля, Над нами благодать. Над нами благодать. Над нами благодать.